много дождевых червей вот здесь и сейчас 12 вольт подсоединяем два провода комары просто тить отсюда задницу я выложил в наш лоточек всех червей которых удалось добыть всем привет дорогие друзья вы на канале выживал его и в этом выпуске я вам хочу показать один из уникальнейших способов добычи дождевых червей в лесу в поле да где угодно хоть на рыбалку хоть на охоту хоть для собственного выживания вам не придется ходить по всему лесу там и так далее копать этих червей напрягаться тем более если вы заблудились естественно у вас под рукой нет никакого приспособления лопаты чем можно накопать этих червей тем более если давно не было дождей земля достаточно грубая и эта задача превращается в что-то невыполнимое да но нам представим срочно нужно добыть много дождевых червей вот здесь и сейчас каким же способом можно это сделать давайте смотреть итак дорогие друзья представляю вашему вниманию вот такое вот устройство чтобы вы не не пугались я не буду вам объяснять принцип его работы смысле принцип работы вот этого данного устройства просто скажу что это просто аналог обычного автомобильного аккумулятора здесь напряжение 12 вольт 50-60 ампер часов выдает данная штуковина просто она намного легче автомобильного аккумулятора поэтому я взял именно эту штуковину с собой включается на с помощью рубильника и подается напряжение далее смотрим что у меня здесь здесь у меня два вот таких вот алюминиевых штыря можно заменить на металлические можно в принципе ну на что угодно металлическая да что нам нужно подсоединяем два провода буду называть их электродами до вставляем один в землю вставляем 2 примерно расстояние между ними где-то сантиметров 30 максимум 40 если поставить их дальше данного эффекта который мы хотим получить скорее всего не будет и также в чем заключается данный способ добычи дождевого червя здесь все просто откуда я о нем узнал когда-то наверное в конце 90-х или начале двухтысячных показывали какой-то фантастический фильм и там какая-то группа ученых да в общем фильме с подобным устройством в сырую почву втыкала электроды подавала напряжение и через сколько-то минут между двух электродов из земли вылазит куча дождевых червей я не знаю каким образом точно это электричество на них так реагирует почему они притягиваются в эту точку но давайте это проверять если честно я это ни разу еще не испытывал и сейчас похода кстати не очень летная матью так зашел какой-то сезон муссонных дождей на юг россии это кабала еще как минимум на неделю вот с ночи до утра с ночи до утра идет дождь ладно не будем отвлекаться давайте смотреть я подаю напряжение 12 вольт установочка заработала и в принципе ничего не остается кроме как ждать ждать в этой области появления дождевых червей потому как здесь мы больше делать ничего не можем в принципе да остается только ждать здесь у меня есть такая вот крышечка от этого агрегата затем я на нее выложу червей которые вылезут если они отсюда вообще вылезут в этой местности и покажу сколько у нас получилось и сколько времени прошло естественно все видео мы не будем сидеть потому что неизвестно когда они точно вылезут или вылезут ли вообще поэтому пожалуй я сделаю склейку видео и покажу результат ну что ребята вот пожалуй результат обратите внимание сколько дождевых червей вызвала наружу это просто колоссальное количество вот мы несколько электродов вот моя приспособа комары просто куплять тить отсюда задницу комарья просто миллиард миллиард я вам отвечаю просто нападла долго прямо в кость на хуй вот столько червей вот они вот смотрите только я не пойму что с этими червями и они когда вылезли пару секунд пошевелились и как будто бы замерли ли сдохли я не пойму что но способ то работает не они шевелятся они просто какие-то сонные можно попробовать выключить напряжение может они растормошаться в общем как то так ребята это устройство работает подведем итоги нашего эксперимента пожалуйста как я и обещал я выложил в наш лоточек всех червей которых удалось добыть которые вылезли с помощью нашего метода пожалуйста они не сдохли они живые просто такое ощущение что они как будто бы спят возможно это действие электричество вот они шевелятся до теперь можете спокойно ехать на рыбалку охотиться просто их сожрать если вы хотите хавать да если вы заблудились просто так же никто червей конечно же жрать не будет если того требует ситуация выживания и так далее то почему бы и нет в червях ничего ядовитого и вредного нету попросту на самом деле они безвредные и есть их можно легко дело в том что ну да немножко противные кто-то может быть не любит есть червей дождевые да не знаю я допустим делают с легкостью я могу жменю эту съесть и даже не скривиться но я перед выпуском плотно пообедал поэтому у меня нет данной необходимости еще раз показываю наш результат чтобы вам было видно вот столько червей пускай живут они нам не нужны ну что пробуйте присылайте свои видео пишите комментарии что вы думаете насчет этого способа может вам пригодится и вы будете в дальнейшем не бегать по лесу или где там навозных кучах копать дождевых червей на рыбалку а просто возьмете аккумулятор 2 электрода землю и пожалуйста кстати забыл указать да забыл указать времени прошло где-то около десяти минут прежде чем они практически разом вылезли из земли и замерли так что всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал комментируйте ждем новых видео до новых встреч